О севере с теплом сегодня говорят люди, которым пришлось покинуть свои дома на Донбассе. В Архангельскую область прибыло 26 переселенцев из Луганской и Донецкой республик. Как сегодня они обустраиваются и как им помогают оформить документы, найти работу и устроить детей в сады и школы. В сюжете Александра Богдановича. Среди тех, кто обосновался в пункте временного размещения на базе центра «Родник» – семья Анны Бондарь. Вместе с мужем и маленькой дочкой она приехала из города Рубежная, Луганской народной республики. Оформляем гражданство, пытаемся оформить для того, чтобы устроиться на работу. Можно было бы дальше, так скажем, начать новый жизненный этап. Ребенок в школу, да, уже устроили в школу, то есть второй день уже она ходит в школу. Школа очень хорошая, тоже гостеприимная, помогают все. И в школе помогают, спасибо большое, конечно, огромнейшая и директору 35-й школы. Еще одна семья из Донецкой народной республики, города Горловка. Перебралась в Новодвинск. Уже удалось найти работу. К тому же у супруга Елены Грудьевой здесь живет сестра. Обустроились и спасибо хозяйке этой квартиры, что она здесь сделала миграционную нам, чтобы мы временную прописку. Но это тоже временно. Рядом с Еленой ее семилетний сын. Его детство оказалось опаленно и снарядами, что попали в дома, и звуками обстрелов. День рождения был, а потом наступит новый день, и сейчас он начал стрелять после моего дня рождения. День рождения у тебя, да? И после твоего дня рождения начались обстрелы, да, опять? Да. Ой, Господи. Но это уже в прошлом. Сейчас мечта переступить порог детского сада, что рядом с домом. Это окошко? Это зато, это песок. Вот. Вот и будешь ходить сюда вниз. Я видеть, как они тут гуляют. А, видишь, как они гуляют. Все жители Донбасса, прибывшие в Ахангельскую область, получили поддержку, прежде всего материальную, по 10 тысяч рублей. Мы понимаем, что приезжают из регионов, сегодня из тех регионов там тепло. У нас мы видим, какая погода. Мы, конечно, в первую очередь вещами помогаем. Здесь нам очень большую помощь оказывает и Красный Крест. Кроме того, просьбы семей на личный контроль взяла депутат Госдумы Елена Втергина. Конечно, я постоянное сопровождение обеспечу однозначно. Не только первая встреча, я приехала и сразу же к ней встречаюсь. Все вопросы, которые они задают, там, гражданство, медицинское обслуживание, там, да, все решаемо. И мы все в рабочем порядке, все эти вопросы у них решим, однозначно. Никаких проблем не будет. Рабочие вопросы на работу устроятся. Как только гражданство получат, все вопросы мы тут порешаем. Я обязательно возьму все это на контроль и еще не раз приеду сюда. Сегодня продолжается и сбор гуманитарной помощи для переселенцев с ДНР и ЛНР. Все необходимые вещи, средства личной гигиены, крупы, сахар, консервы можно приносить в отделение российского Красного Креста. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29. Продолжение следует...